В набережных Челнах школьники целыми классами уходят на карантин. Так, на прошлой неделе количество обращений с ОРВИ к медикам в городе составило около 9 тысяч. Более 70% заболевших – дети. И это еще не предел. Об этом сегодня журналистам сообщил главный санврач Автограда. О том, когда стоит ожидать пика заболеваемости, узнала корреспондент Эльмира Ганудинова. Каждое утро в кабинетах начальных классов начинается одинаково. Учителя заранее нарезают лук и чеснок для того, чтобы ребята не заболели ОРВИ или ОРЗ. Лук и чеснок на подоконниках и на столах. И даже в амулетах. Это пластмассовые яйца от киндер-сюрпризов. Помимо аромата, который слышен даже в холле, ребята едят лук в столовой или прямо в кабинете во время перемены. Конечно, все по-разному относятся к этому продукту, но большинство детей с удовольствием. Тем более, они друг перед другом хвастаются, кто больше скушает. Поэтому на ура уходит лук у нас. Идите сюда. Конечно, слишком много лука детям съесть не разрешат, но вот норму можно. Тем более, в профилактических целях, когда заболеваемость простуды возросла. Сейчас во втором Б-классе болеют пятеро детей из 30. И чтобы не отправиться к врачу, у ребят свои секреты здоровья. Я гуляю, одеваю степло на улицу, кушаю лук и другие овощи. Я дома защищаю профилактикой, полоскаю горло. Мама дает вечером чай с вареньем. Мою руки, пью чай с медом. А в школе проветриваются кабинеты. Установили рециркуляторы. Проводится ежедневный фильтр учеников. Для проведения ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки мы увеличили количество средств. В столовой также сейчас ввели в меню очень много витаминных салатов, чтобы ребятки не болели. И в принципе это дает свои плоды. Если у нас в начале недели на разобщении было пять классов, то сейчас осталось их только два. В начале недели в 33 школе заболевших было 19%, а сейчас 12. Это ученики младших классов и среднего звена. Всего в Набережных Челнах на карантин отправили 89 классов в 30 школах. Все из-за высокой заболеваемости. После того, как в школу вернулись, школьники вернулись после каникул, произошло заболевание, рост заболеваемости среди школьников. Рекорд был у нас 139 классов в 35 школах. Санврачи предполагают, что пик заболеваемости еще не пройден. Он придется на конец года. При отсутствии 20% учеников, директора школ могут самостоятельно принимать решение о разобщении классов или переводе на дистанционное обучение. Эльмира Гайнудинова, Радиганеев, Челны, 24.